Всем привет, друзья! Новое видео на канале и сегодня, блин, ну на самом деле мне немножко печально. Печально от ситуации в целом. Я уже две недели счастливый обладатель Pixel 4 маленького, небольшого, вот этого белого, офигенного телефона. И я полностью доволен этим телефоном и быстродействием, и камерами, в особенности камерами. И в принципе даже аккумулятором, несмотря на то, что его ругали, ругают и, наверное, будут ругать за его маленький аккумулятор на 2800, Я скажу так, давайте прям в лайф ставить, никогда не получалось выговорить это слово. Честно, от 3 часов до 4 часов 30 минут у меня получалось выжать часы работы экрана, вот как некоторые любят делать, здесь появились скриншоты. Но, собственно, о чем хотел бы поговорить? То есть я всегда честен перед своей аудиторией. И как только приходит ко мне какой-то телефон, спустя какое-то время, потому что некоторые телефоны продаются долго, потому что на них нужен, ну, как бы своеобразный свой покупатель, не потому что телефоны странные, а потому что непосредственно, ну, вот пиксель, не все понимают, что это, на авито только любители, пиксельводы, дикие люди в тематике, они, только они обращают внимание на такие объявления. Поэтому, как только переходит ко мне телефон, я его вот в том первозванном состоянии фотографирую и выставляю объявление, потому что может пройти от месяца до полугода, там, 3-4 месяца, соответственно, для того, чтобы продать. Продаю не потому, что надо избавиться, а я, к сожалению, не миллионер, я несколько раз это повторял, повторяю и буду повторять. Я не могу себе позволить покупать за кэш, то есть за финансы, да без разницы, без нал кэш. Ну, в общем, у меня не столько денег, я не столько много зарабатываю, чтобы вокруг себя складывать телефоны и, допустим, пользуясь пикселем 4, взять, допустим, следующее, следующую какую-то модельку на обзор и вообще в использовании. Я уже не беру телефоны на обзор, я беру телефоны на тестирование в плане, как оно, понимаете? И поэтому не зацикливаюсь на одном телефоне. И, если честно, друзья, вот я сейчас стою на таком, естественно, с пикселем 4, на который сейчас, кстати, записывается это видео, шикарно. Фокус, звук, все прекрасно. Я также выложил объявление и сначала один человек написал, потом другой человек написал. И вот этот вот другой человек, то есть второй уже человек, который написавший, вроде как планирует его у меня купить. И я первый раз в жизни не знаю, продавать телефон или нет, потому что, друзья, ну а какой выбор? Айфон я не хочу, Самсунг, ну не очень хочу. Пиксель, пикселя в четвертых, чтобы проверены, вот у Андрея как бы нету, приедут на следующей неделе, там люди уже вроде как предзаказали, оплатили. У него есть сейчас пиксель 4 XL, но XL, друзья, это 6,3 дюйма, друзья, 6,3 дюйма, вроде как, ну вот, короче, не знаю. Если я продам пиксель 4, вот этот вот, то я, соответственно, возьму пиксель XL. Ну вот, собственно, заканчивая мысль, мысль такова. Всегда, когда получается, что я пользуюсь устройством, находится на него покупатель. И это один из тех немалочисленных, наоборот, разов, когда особо продавать не хочется, но ты понимаешь, что надо двигаться дальше. И у Андрея, кстати, сейчас телефоны вроде как идут, ну, в общем, со штатов идут и должны выйти, ну, прийти уже в ближайшее время. Суть не в этом, у него есть то же самое, но типа 4 XL, я такой думаю, блин, 4 XL, 6,3 дюйма, стоит ли играть свеч? И, наверное, прихожу к мысли, что, наверное, стоит, потому что, ну, это будет честный, наверное, честный экспириенс, поэтому решил вот поделиться с вами. Ни в коем случае, вот, если не продам, то, блин, с удовольствием буду пользоваться. Впереди лето, много фотографий, много видео и вообще все круто в этом плане. Я у него попросил на пару-тройку дней забронировать 4 XL, чтобы он никому его не продавал, тоже в отличном состоянии, состояние нового телефона. Тоже лог на оператора, разблокирован через АДБ, я думаю, в этом вообще никаких проблем нет. Поэтому это мои мысли, я решил с вами ими поделиться и, собственно, выставить, скажем так, носу зрителя. Считаете ли вы, что я поступаю правильно? Что бы сделали вы? Какой следующий телефон бы вы протестировали? То есть не то, что протестировали, понимаете, я телефон беру каждый раз как себе, то есть я, ну, не отношусь, то есть вот можно там, типа, было бы взять там и бла-бла-бла, много вариантов развития событий. Вот представьте себе, что у вас есть там бюджета 23 до 30 тысяч рублей, Mi 8, понятно, топ за свои деньги однозначно, но сейчас я его брать, к счастью или, к сожалению, не буду. Что-то вот такое, чтобы хорошо снимало, качество камеры как у Google и, собственно, видео как у iPhone и вот что за эти деньги можно взять. Что с моим, что с моим тоном кожи? Я не понимаю, почему я красный? Я же не красный. Или это типа компания Samsung и тот, кто делает софт для камеры, думает, что у человека вот такая кожа? Друзья, я не индейец. Почему, почему это происходит? Почему нельзя сделать нормально? По сути, как бы, точность, четкость, точнее, насыщенность цветов и вообще само качество картинки меня более чем устраивает. Мне не устраивает баланс белого, мне не устраивает... Почему, блядь, я стал рыжим и красным? Я что? Не индейцы, реально. Итак, прошли практически сутки, сука, с того момента, как я продал Pixel. Почему так получается, что когда мне нравится телефон, он продается очень быстро? Когда мне не нравится телефон, он продается долго? Или это не проходной телефон? Буквально второй покупатель, ну, второй претендент и взял, как бы, парень молодой. Тут вообще здорово все должно быть. Даже, даже не знаю, короче. Этот телефон, фу, это видео, начало снималось на Pixel 4, а сейчас я взял просто в тест, просто посмотреть Galaxy Note 10+. Друзья, ну, мне не нравится картинка вот эта. Хотя, может быть, может быть, она нормальная, но я не знаю, что мне делать. Есть возможность заказать Pixel 4 XL, но надо ждать, может быть, неделю, может быть, 10 дней. Все зависит от того, как будет идти посылка. И цена, в принципе, устраивает, и все хорошо. Но чувствую, что сейчас смотрю видосы, как, ну, то есть, XL, он больше. Я изначально рассчитывал на маленький телефон, как бы. И хорошо, может быть, вернулся на iPhone, но какой? 10S, XR, 11, не устраивает. 11 Pro, мне, правда, она дорого. Так что же делать-то, друзья? Что делать? Какой телефон выбрать? Выбрать между iPhone, выбрать между Android, если тебя не устраивает Samsung. В общем-то, вот такое видео получилось. Обязательно ставьте лайки, все эти дела пишут, Дональдак. И пишите свое мнение в комментариях к этому видео. Мне всегда будет приятно их почитать. И я на все комментарии, кстати, отвечаю. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok